Представители полиции и общественного совета при УВД пришли в гости к учащимся лесногородской школы, подвести итоги конкурса творческих работ «Нет наркотикам» и вручить победителям заслуженные награды. Но сначала тематическая беседа о вреде наркотиков и ответственности, в том числе уголовной, за сбыт или прием запрещенных веществ. Каждый человек со своими слабостями, со своими желаниями, со своими потребностями. И каждый из вас делает свой выбор сам. То есть от одного выбора, от одного шага вы можете как перечеркнуть свою жизнь, так и пойти в нужном ракурсе, по нужному пути. Ученики 11-го Б-класса ведут здоровый образ жизни. Также сейчас для них особо актуален выбор своего дальнейшего пути. Даша собирается поступать в высшую школу экономики, заниматься дизайном. Поэтому свою работу она создавала на графическом планшете и компьютере, используя дизайнерские программы. Идея и слоган своего плаката «Тебе выбирать, какой будет твоя жизнь» девушка выбирала вместе с мамой. Мы придумали, что идея будет как в середине картины, того, что может быть негативного, а сверху идет как кинопленка хороших. То есть у тебя может быть как плохая жизнь, то есть ты выберешь наркотики, а у тебя может быть как хорошая жизнь. То есть это семья, работа хорошая, путешествия, животные, ну все радости жизни, собственно. И тебе выбирать, какой будет твоя жизнь. 15-летняя Галилея также получила подарок за свою работу, которую создала за два дня. День ушел на обдумывание идеи, на ее реализацию еще часа три. Девочка не училась в художественной школе, но рисует очень хорошо. Она создала небольшую мангу в стиле японских комиксов, оформила с двух сторон лист формата А4 на тему, которая ей близка. Несколько лет назад, попробовав наркотики, до своего 18-летия не дожил ее брат. Я хочу максимально подробно описать эту ситуацию, чтобы воздействовать на зрителей, чтобы как-то предотвратить больше такие ситуации, и чтобы люди жили счастливо, без всяких таких плохих вещей. Работы школьников, по признанию представителей конкурсной комиссии, оказались сильными по задумке и воплощению идеи. Они будут размещены в музее при окружном УМВД. Очень здорово, что проводятся подобные конкурсы. И, конечно же, приятно, когда школы так активно принимают в них участие. То есть мы можем быть спокойны, что действительно растет настоящая смена и новое поколение, которому можно доверять. И оно умное, оно со знаком Х, и хочется верить, что они выберут правильную дорогу. В Лесногородской школе регулярно проходят разные конкурсы, в том числе на тему безопасности. Познавательные профилактические беседы о вреде наркотиков проводятся с учениками с 5 по 11 класс. Актуальнее всего тема звучит в старших классах. Когда ребята знают обо всем, о том, что нельзя делать, о том, что вредно нашему организму, то я думаю, что это уже хорошая победа. Заслуженной наградой удостоился и директор школы Иван Шушин. От начальника окружного УМВД Алексея Школкина ему вручили благодарность за большой вклад в нравственное воспитание подрастающего поколения и содействие в работе полиции. Наталья Гончарова, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.